Заключительный этап городского фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» собрал выпускников 9-11 классов в стенах ФОКО «Орион». В борьбе за знаки отличия будущие абитуриенты сдали последние дисциплины норм ГТО. Репортаж Мадины Исмаиловой. Три этапа, девять дисциплины и один из трех знаков отличия – золото, серебро или бронза. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Орион» прошел завершающий этап осеннего фестиваля ГТО. Заплыв на 50 метров, наклоны на скамье, отжимания от пола, стрельба – это финальные дисциплины заключительного этапа. Татьяна Некрасова, ученица 11 класса, продвинутый спортсмен в этих видах, и она рассчитывает на золотой знак отличия. Я вообще каждый год сдаю ГТО, и мне достаточно легко это дается. Чтобы получить золотой значок, необходимо сдать четыре обязательных дисциплины и пять на выбор. Поэтому стартовал фестиваль полтора месяца назад. 12 октября на стадионе «Волга» был дан старт нашему фестивалю, и участники фестиваля выполнили беговые дисциплины. Часть тестов были выполнены на базах школах в присутствии наших специалистов в центрах тестирования. Как правило, сдача ГТО проходит весной, но в этот раз пошли выпускникам навстречу и перенесли фестиваль на осень. В этом году проводим его пораньше, проводим осенью, чтобы дать возможность нашим ребятам, выпускникам наших школ, подготовиться к сдаче экзамена спокойно весной. Главная задача ГТО – развитие массового спорта и оздоровления нации. Кроме того, выпускники, имеющие знаки отличия, будут обладать преимуществом в виде дополнительных баллов при поступлении в высшее учебное заведение. Мадина Исмаилова, Денис Миронов, Вести Ульяновск.